ну добрый день уважаемые товарищи зрители наконец-то я запустил стрим наверное прошло два месяца с тех пор как последний раз стримил так что еще ну что я вообще сейчас буду стримить сейчас будет снова моя рубрика 10 из 10 когда-то давно я обещал лучше будет по этой рубрике double dragon вот вам пожалуйста обещал я еще в прошлом году как раз как раз в этот же самый день и обещал 21 декабря 2015 года я стримил как раз double dragon обе части на сеге вот тогда я обещал что что следующем году я застримлю вот эту рубрику 10 из 10 ну как видите я вас не обманул через год все таки я соизволю это сделать и и начал ну и в общем сейчас будет проходить этот самый стрим ну и начнем наверное с родоначальника с первой версии всего меня по списку будет сегодня аж целых 14 версий одной и той же игры а начнем с первой с родоначальника с аркадной версии откуда вообще все ноги начали расти запускаем ну первый будет аркадной версии на полностью пройду его остальные как получится так и получится всего понемножку будет да литл наконец-то это свершилось это самое чудо не прошло и года хотя на самом деле год ровно год и прошел как раз а на геймкоме он есть к сожалению нет его очень жаль нет его там здравствуй догмат здравствуй лаж всем здравствуйте всем здоровья желаю так игра не слишком ли громкой все-таки пришлось отлучиться все перенастроить не мог надеюсь меня нормально на фоне игры слышно ли наоборот игру громковато что именно я ли игра громко уж простите все и здесь все не успел я настройки звуковые настройки звуковые настроить игра громко игра громко сейчас наверно получше стало ладно начнем буду закидывать монетами целиком и полностью 50 кредитов хватит 87 год здесь мне вот звуки ударов ну все как надо здесь сделаны но остальных версиях ну вы сами потом все увидите некроида тест тест пройден некроида ну тут уже написал литл прям музыка прямо сешка мешка да и сама игра по внешнему виду очень похожи на сегу на сегу а точнее наоборот сега на эту игру очень прошел похоже да здравствуй некроида шкала хп прям как в поле чудес интересно интересное сравнение ты провел конечно смотрите на плакаты разыскивается две морды и внизу написано по моему 10 тысяч рублей продается а рядом разыскивается 10 тысяч рублей на русскую валюту выкуп чё-то малых 10 тысяч рублей мы вышли линды можем схватить плёточку пока не получается ни хрена почему-то как мне и схватить еще надо было на другую кнопку нажимать смотрите облоба здесь белый не ниггер это значит потом он загорел наверное здесь он где-то в подвале сидел все это время поджидал меня весь белый бледный какой-то теперь уже начали в чате гадать где происходит место действий игры в россии пишут в шитомире пишет ну возможно вполне к чему нет какой-то хилый обобор здесь даже простой враг дольше его жил посмотрите на мусорный бак сверху никого он вам не напоминает знакомый типаж какой-то брательник облогу выскочил это нормальный уже загорелый сидеть себе на бочке и даже помогать не хочет мне оказывается можно здесь еще и пинать бочку вот это я не забыл про такую деталь здесь можно еще и пинать не только подбирать кидать но и пинать интересно сколько времени займет по отношению аркадной версии ну где-то полчаса наверное точно да анатолий фантазер это аркадная версия начали с нее что музыка странно будто каналов не хватает ну товарищ элаж 147 эта игра все это 87 года староват тоже музыка ты их до конца будешь проходить ну нет уж я только первую версию до конца пройду аркадную музыка а основное поскольку по стольку музыка на все абсолютно времени точно до 4 часов не хватит музыка музыка здравствуй брамс музыка музыка тут они ритм чувствуют здесь нет тут ритм не такой вот на сеге вот там ритм есть я еще раз его продемонстрирую с прошлого года может не видел но я обязательно еще раз это покажу довольно комичный так Билли свалился с выступа нравится мне такой момент музыка сети таких приемов звука не видел ну сети немножко другие звуки более такие скажем так типажные пес Dogs музыка не дают мне эту не хочет давать не смотрите ученый творение даже по лестнице не дает взбираться здравствуй фрог еще чем творил чем творю ящики с контрабандой по всей видимости как красиво упал с ящичков смотрите как все начал тормозить всего лишь три врага врага на экране движущийся конвейер и смотрите как сильно тормозит играет супер марио форевер 2 счет по моему не сильно эта игра похожа на марио форевер 2 если честно и походу слова кочка попутал малость со вчерашнего дня начал писать подобного рода сообщение как тебе только не надоело хочется спросить будет еще за звон такой а это босс приехал двойничок так ознаменовал свое прибытие таким скрежетом скрежетом лифта даже по 10 тормозов даже медленно умирает слоу мощнее били били на сеге даже по моему так не тормозило как здесь хотя все гип вас процессинг там уж и не тормозить больно хорошая музыка на боссе длинные и разнообразные ритм какой тут можем дослушаться до опупения мелодию я ее пытался бить пытался много раз пытался никакой реакции вообще что с ней случилось а его засосал его похоже он сам решил сдохнуть босс засосал его в черную дыру ух ты какой музло здесь да слокочко и майнкрафт играю и в марио форевер играю и супер марио бросикс переиграл я сейчас дабл драгоны играю во что я только не играл не переиграл и дальше не пересчесть просто один белый рупер выскочил а другой какой-то черномазый один белый рупер выскочил а другой какой-то черномазый почему один из них черномазый а один бледный почему один из них черномазый а один бледный это можно только узнать ответ у разработчиков игры какие мелодии какая мелодия булькающая такая буль-буль-буль как будто в доме призраков где-то очутился слава кочку утрамбовали кочку Ну ладно, я сильно не против. О, снова плакаты появились. Кто тут посмел упоминать меня без моего присутствия? Как это без тебя? Ты на бочке сидел? На мусорном бочке сидел? Как ты без тебя? Здравствуй, Нека. За что забанили шутника за то, что слишком, наверное, много шутит? Я не знаю почему. Слава Кочка, как говорится, перешутил. Ну давай, Антон, бывай. Видимо, кого-то он задолбал. Я как раз знаю, кого он задолбал. Здравствуй, Раевский. Смотрите, здесь уже вроде другая рожа на плакате и за него уже требует 100 000 рублей. Ставки возрастают. не 10 000, а 100 000 рублей. Это уже более-менее такая серьезная сумма. Субтитры делал DimaTorzok 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 Пока мне тут нечего говорить. Зашли в лесок. Пеньки. А вот, кстати, Пеньки, а рядом были плакаты, да? Видимо, вон тот чувак, который 100 тысяч рублей затребовали Он, видимо, 100 раз садился на пенек А деньги не отдал Поэтому, наверное, и затребовали розыск 100 тысяч рублей Наверное, поэтому, я думаю Один 10 раз на пенек садился, а другой аж 100 раз садился А деньги не отдал Теперь в розыске Надо найти того чувака Снова белый, не каноничный, а в оба бледные Как он кричит, когда меня кидает Страшно Очень страшно Ничего не дает сделать О, его тоже в дыру отправили Как красиво Он меня кинул Это, наверное, а, это тот же самый обопыт Скорее всего Я его в яму в грязь кинул Он выбрался Смотрите, и штаны серые Земли испачканные Да и сам весь испачканный стал Надо его теперь отмывать Отправить А он меня отправляет Меня купать отправляет Надо его отправить туда Он не дает Зараза Сдолбал кидать уж Сколько можно Я его ненавижу Какой же он все-таки уплюдок Сдолбал кидает Тебя Да и сам Я его 때�ил Очень сильно, видимо, обиделся за то, что я его в яму кинул. Злой весь черный выбрался оттуда и начал меня кидать налево-направо. Всех раскидал, эту козла еще никуда не кинул. Блин, он сдох. Жалко, не получилось мне его кидануть. Так, что дальше меня ждет здесь? Опять простые враги. О, камушки. Это здорово. Опять все, безбольше начинает тормозить. У нас с друзьями есть традиции 25-го числа стримить рубрику «Здесь из десяти», но сегодня, вообще-то, 21-е число. Ну, а традиция есть такая, да, изредно так стремить эту рубрику. Вот от радости, от безысходности. Не знаю, почему я свалился вниз. Вот Рой правильней написал. Просто именно в двадцатых числах. Так, мне тут дали наставление вторгнуться во вражескую базу. Съенемся с обрыва и сразу вторгнемся. Вот и лакш, кстати, да, я целый год искал в разной версии. Шо мне ровно год на это все. Наконец-то я все собрал. Эту версию пройдем. И дальше пойдет самое интересное. В общем, весь смак вот этой рубрики. Первоначальную версию пройду полностью, как делал с «Голден Аксом». Так, и с «Роуд Рашем», в общем-то, тоже. Еще было такое нечто подобное с игрой Бонанзо «Братья Бонанзо». Но, к сожалению, стрим не сохранился. Тоже показывал различные версии той игры. Конец-то задух этот засранец. Блин, профукал начал. Да, в общем-то, ты ничего особенного не профукал. Ну, Клауд, сегодня я буду, извини, но сегодня я буду солировать. Да, Клауд, заводинься, переводинься. Главное, на пенек не садиться. Так, тут где-то скоро мутант должен вылезти из больших ворот. Пока его не видать. О, вот он, вылез. Третья стадия злобы обоба. Он мне не простил, конечно. То, что я в яму вкну, ну, уже так сильно озвоблен, что уже стал зеленым. Мне очень страшно. Смотрите, какой он агрессивный. У меня есть, что сказать про Дабл Драгон. Интересно, что. Что это, плохая игра? А, ну, понятно. О, кому-то уже начинает нравиться эта музыка на боссе. Ты ваш первый, кто проникся. В частности, версии на Сешку и Несс. Ну, Сешка, может быть, еще понятно. А чем Несс-то не нравится? НДЛ написал то, что ему тоже есть, что сказать про Дабл Драгон. В детстве он научился материться, именно играя в эту игру. Ну, полезный навык приобрел ты, играя в эту игру. Ну, поздравляю. Вот что-то тебе дала эта игра. Конец-то. В 90-е другие игровые автоматы были. Работал месяц, испутил всю зарплату на Дабл Драгон. На Донде там черепаха. Не понимаю, о чем написал Иваш. Наверное, очень уж сильно проникся той музыкой. Я не понимаю людей, которые говорят, что Дабл Драгон на Донде это хорошие битоматы. Это же адовое калище. Ну, очень спорное утверждение. Вторая часть уж точно адовым калищем. Я не назову это уж точно. Эти классные выступы со стены выходят. На Денде особенно очень. Прошли они. Сразу так усложняют жизнь. Да можно сразу же сдохнуть. Вот как сейчас, например. Неудобное управление. Неуместная платформа. Хит детекшн. Система комбо. Все это дерьмо, да? Ну, мнение твое. Я спорить не буду. Здравствуй, пират. Или пу-ня-ня. Не знаю, почему пу-ня-ня ты стал. Давно хотел. Ну, спрашивай. У тебя есть эмоции? Нет, пират. Никаких эмоций абсолютно нет. Не дойдешься. Ой, сразу двое выскочили. Ты вообще что-нибудь чувствуешь? Да ни хрена. Вообще ничего. Абсолютно. Садомаза какой-то. Ну, все, все, все садомаза, дорогие мои друзья, зрители, будет впереди. Особенно в самом конце на десерт. Там будет самый смак, я вам отвечаю. Самый смак у версии будет в конце. Хорошо, что в таркадной версии можно накидать вот две тысячи монет. Никакой обоба тебе не страшен. Аркада какого года? Восемьдесят седьмого года, Клауд. В следующем году, кстати, уже будет 30 лет. Ровно 30 лет. Когда-нибудь сдохнет уже. Это два черных безобразия, когда они подохнут. Здравствуй, Гопп Стоппер. На ПЦЕ, Голден Акси, крутые заставки и музоны. А игра-то сама какая, Клауд? Игра сама какая-то охрененная игра. Графика какая-то, звуковые эффекты там. В десять раз все превосходит эти все твои, так называемые, заставки и музоны твои. Десять раз. Наконец-то дошли до финала. Вот этот блатной обоба с золотыми сапогами. Целое состояние, всю жизнь работал, наверное, на эти золотые сапожки свои. Как раз под финал игры выскочил виповые обобы. И тут музыка показывает всю глубину у песчанин на высоких частотах. Ну, как по мне, вроде больно сильно песчанин не бросается в буши. Чёрные... Чёткая аранжировка на Double Dragon Дракон хаверу делал в Амитрон. Можем послушать. Хорошо смиксовали. Закаверили. Смотрите. Двойники... О, тройник... Тройники двойников против драконов. Двойных драконов. Тройные... Двойники двойных драконов. О. Так. Наконец вышел ропер. Как я его давно ждал. Но сейчас согреет он. Тройник. Тройник. Это что за версия, это аркадная версия, самая первая версия. Все остальные вокруг долога уходят, только главный босс и отбивается. Так, он подох, а что с другими-то будет? А они сразу дали заднюю, засали и счастливый финал. Такая аркадная версия. Рассмотрим титры и перейдем на следующую. Самую похожую версию по сравнению с аркадой. Осенью, вон тот же босс был с этим, с автоматом, ропер. Как ты мог его проглядеть? Ну да, пират, дерьмо, такое оно дерьмое. Ну дальше будет не только ебанное дерьмо, а хуже ебаного дерьма. Все только начинается, пират. Если ты назвал аркадной версией ебаным дерьмом, ну то следующая версия, ну я даже не знаю, какой эпитет можно применить будет. Так, следующая версия, наша православная версия. Одна, точнее, из православных версий. Старую, добрую, сешку-мешку, сешка-мешка-драйв. Наша любимая приставочка. В детстве у многих была. Ешик там бегал, синий такой, быстренький. Если кто не помнит, я вам напомню. Так. Сейчас я ее найду, эту версию. Кхм-кхм. Дабл-драгон. Наконец я ее раскопал. Вот, какие, какая музыка. Сешка-дас. Сешка-магет. Ровно год назад я ее полностью проходил, стримил. Но сейчас только пару уровней. Парочка уровней. Не более. Че там, зеленые обобы, да, имеется. Так, почему у меня экран не растянут? Очень интересно. Смотрите, послушайте звуки ударов, еще раз напомню. Прям такие смачные, хорошие такие удары. Ух, прям. Так, почему у меня экран не растянут? Интересно. Блин, где этот стретч-то я уже забыл. Почему он его не растянул? Вот ведь засада, а. Или наплевать, как вы думаете. Не, в ОБС я растягивать ничего не буду. Потом все собьется. Ладно, пару уровней-то всего пройдем. Все равно на следующую версию переходить. Все равно можно разглядеть, что на экране происходит. Так, странно, у меня всегда было растянуто, а вот сейчас почему-то насузилось. Я не понял, почему. Ну, хрен с ним, ладно, потом разберусь. Смотрите, здесь плакаты. Здесь уже просят за преступников по десять долларов, не рублей. Не, звуки ударов смачные, конечно, здесь. Еще раз я это подчеркну. Здорово. Пират тоже музыку хорошо описал. Эпичный Sega Megadrive. Вот. Звездюлей получил, никто не стонет. Просто какие-то выпендрежные звуки, когда они умирают. Не выпендрежные, неправильно, а выпердежные звуки. Вот, выпердежные звуки. Неправильно, я оговорился. Я только что увидел деревья на заднем фоне, вот. Обычная городская посадка. Наверное, солдаты, может, какие сажали деревья. О, это же Омкол. Здравствуй, Омкол. А тут-то об обы сразу выскочил черненький. Загорелый. Правильный об обы. Так, отхватал он свою. А, интересно, пират сообщение написал. Забавно. Смотрите, как скукожился на этом, на мусорном бачке Неку. Там он в арканной версии в раза в два, в три раза больше был. А здесь котенок какой-то совсем. Ну, совсем, ну, почти не видно его здесь. Усох совсем. Тут музыка на боссе тоже не менее замечательная. Я вам скажу. Как же все-таки он медленно здесь бьет. Я нажимаю, успеваю нажимать два или три раза кнопку, пока он сделает удар. В аркадной версии и намного... ...более быстро все происходило это действие. Здесь пока ты нажмешь, пока он ударит, пройдет целая вечность. Очень медленное управление. Вата. Вот какие звуки ударов, такое же здесь и управление. А будет, да, только первый Дабл Драгон. Только первая часть. Блин, я поскорее хочу дойти до следующего уровня. Ну, время закончилось. И все настолько медленно, что от старости лет успел сдохнуть. Боже мой, как-то все медленно, а. Начинает дохнуть. Скоро помрет. Ну, наконец-то. Ну, а теперь я вам должен показать, что я в прошлый раз показывал. Все, полезли. Во, наконец-то. Нормально получилось на этот раз мне это сделать. Прямо четко. В прошлый раз эти козлы меня не послушались. С клетки слезли. А тут прям сам бог велел мне еще раз сделать. Крутое, крутое музло. На этом уровне. Ну, и, наверное, на этой ноте, я думаю, можно перейти к следующей версии. Эту версию я уже проходил два раза, незачем еще раз. Поэтому переходим дальше. Следующей... Следующей на очереди будет... Будет тоже всем известная версия. На Денди. Или NES, или Famicom, как хотите называть. Или... Там какой-нибудь Сюбор. Следующей будет именно такая версия. Так. Сейчас я не найду. КПУ. Если на Денди, то в 50... 50 FPS. 50 FPS неинтересно. Чё-то я увлекся со списком. Блин, не на ту кнопку нажал. И отменил действие. На-то было. Ну, было-то было. Не все успел подготовить. Лучше простите. Так. Ну, Double Dragon. Версия для Nintendo Entertainment System. Или Family Computer. Тут на старт я нажимаю, ни хрена не происходит ничего. Надо нажимать на Select. А вот здесь уже надо на старт. Вот это одна из самых продвинутых версий. Послушное управление. Много приемов потом добавляется. Другая шкала с жизнями. Ну, вот сложность здесь... Очень даже немаленькая. Мышалка здесь. Плакатов нет. И... И вот этих деревьев на заднем фоне тоже нет. Которые так аккуратно в ряд были высажены. Всего этого здесь нет. Вот это... Немного... Ну, досаду небольшую испытываю я по этому поводу. Так, плёточка. Тут, кстати, оружие сохраняется только когда... На экране определенный тип... Типы врагов. Почему-то здесь так сделали. Оружие привязано только к врагам. Показать прикол с побегом от босса? Ну, покажу. Это хотел показать. Покажем. Да, Клауд. Кису вырезали. Здесь тоже на этом уровне есть небольшой прикол. Надо бы тоже показать. Номер 5, зато табличка есть. Что бы оно могло означать? Смотрите, сейчас я... Нажму старт и... Сделаю... Сейв. Кое-что я хочу показать. Так, пойдем... Наверх. Просто уйдем от них. Все, я от них убежал. Они мне ничего не смогут сделать. Я зассал. Не одна какая-то, смотрите, упрямая за мной полезла наверх. Да, это байду все знают. Ну, может, кто-то не знает. Ты-то пират, все знаешь. Ты на железные деньги-то все проходил. Ну и все, я отсюда... Ну, как-то у меня бывало, получалось выбираться отсюда. Но... Сейчас что-то не получается. Нифига. Ну... Обратно загруживаюсь. Тут, наверное, лифт, наверное, задумывался какой-то изначально. Очень на то похоже. Вот, дали мне второе сердечко. Теперь он умеет делать апперкуты. Ну, а Бобу очень трудно было завалить здесь. Очень трудно. Так, миссия номер два. Вот, третье сердечко. И что мне дали? Удар с развороту с ноги, наверное, дали. Не помню, чудо-третье сердце. У нас в это говно никто не играл, написал и ваш. Кстати, у меня на картридже первая часть никогда не подалось. Только первая или вторая. Ой, вторая или третья, а первая вообще ни разу нигде не видел. Сколько не искал, ну, нигде не было. Вот, поэтому в это говно никто и не играл у нас. А, третье сердечко дает мне удар в прыжке. Вместе с моими навыками и некоторые навыки и враги приобретают тоже. Вот здесь тоже интересно подытун, как широко рот раскрывает и плашмя об землю подыт. Я точно так умею, не надо понтовать, смеют. В прыжке, ударом в прыжке. Я точно так умею, не пальцем деланные тоже. Четвёртое сердце. Всего шесть или семь. Точно не вспомню сейчас. Ну, нахрена я удар от врагов пропускаю? Они ж мне здоровье отнимают, ну. Ну, для того и пропускаю, чтоб мне здоровье отнимали. И чего же ещё я пропускаю? Здоровье, чтоб отнимали, чтоб худо жилось мне. Блин, мне ногой ударил, я его боюсь. Сильно я засал, я не хочу с ним драться. Нахрень его вообще. Ушлёпкой. Да пошёл он нахер. Миссия три. Здесь сразу лес начинается. Никакое здание начальное, сразу лес. Сразу лесу. Гости к Вауду пойдём. Да, пират. От какого-то мудака убежал, не захотел драться. Потому что сам такой же мудак. Он меня догнал. Он меня здесь в лесу нашёл. Никуда я от него не убежал. Он меня сам нашёл. А вот и четвёртое сердце. Даёт оно захват. Можно по лицу с коленочки, а потом ещё и можно его в другую сторону перекинуть. Сделать бросок. Здравствуй, Илья, тебя видно. Пятое сердце. Кому-то грустно от музыки, а кому-то смешно ломково. Вообще смешно, например. Смотри, тут и обратный скроллинг есть. Можно обратно идти. Но он частичный. К сожалению, до конца обратно я дойти не смогу. Так, чуть перо не словил. Ну, эта версия всё-таки немного отличается. Можно было заметить, локации немного другие, изменённые здесь. И на этом уровне, кстати, тоже. Сейчас я постараюсь дойти. Этот уровень сделан по-другому. Так, присели, отмудохали. Так, сейчас скоро из стены вылезут два инвалиды, и они меня прикончат. Если я ещё дышу до этого момента. Всё-таки дожил. Вот они, два инвалиды в зелёных штанишках. На-па-жопе, дал мне, я сразу помер. Не знаю, другой тактики я как-то не придумал. Только удар в прыжке. Долго и нудно бьётся. Если попытаться пройти, подойти простыми ударами, тебя от... Отдеребанят хорошенько, тебя отмудохают. Жизни очень быстро потратятся. Не знаю, как по-другому их бить. Очень много времени ещё отнимается на это дело. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, один замихал... И-и-и... Скончался. Теперь ждём, пока это сделает второй. Всё. Раньше я тупил. И-и-и шёл дальше. Думал, продолжение уровня. Оказывается, нет, надо зайти внутрь. На этом я раньше попадался здесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А там уровень шёл по кругу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как же сильно здесь падают сталактиты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Розовенькие сталактиты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Музыка милая такая, я чувствую. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какая же тролльская такая ножка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блин, не получилось нормально пройти. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Опять эти волосатые обезьяны выходят. Ну, смотрите, видите, вот такие локации внутри пещеры. Ни в Аркаде ничего подобного не было, ни в Сековской версии тоже ничего нет такого. Есть именно то, что внутри пещеры, а не где-то снаружи на скалах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, опять я попался на старый трюк. Надо было мне зайти внутрь. А я этого не сделал, и пошел обратно по кругу. Какой я молодец, еще и жизнь потерял. Великий молодец. Да вообще, пират, ты не говори об этом. Лошары вообще конкретные. Так лохануться. Ужас вообще. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да вообще, пиздец, пират, блин. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну теперь-то уж точно. В дверьку и зайду. В проем. И тут какая музыка играет. Опасная музыка, полная драматизма. Еще все мигает здесь. Не знаю, что это, может, янтарь здесь так сияет в этих пещерах. Как мигает все. О, как, меня четко он подрезал миной своей. Ну сейчас сдохну. Кончина моя будет здесь. Последний ХП, семь сердец. Да, пират, эксклюзивные уровни. Красивая смерть. Очень красивая смерть. И сразу гейм-овер никаких контов тебе. Должен пройти от начала до конца с двумя жизнями. И жизни не набрать. Не лечил к тебе ни хрена, ничего. Очень суровая игра. Как хочешь, так и ебись, как говорится. Суровая игра. Ну, теперь дальше. Теперь уже пойдут версии такие, менее известные. Следующий на очереди у меня, четвертый по порядку. Прошло почти полтора часа. Всего лишь три версии показал. Очень мало. Ну, следующий будет уже поменьше. Так, следующий идет Game Gear. Перейдем уже теперь к портативной системе Sega Game Gear. Следующий на очереди. Интересно, на что он похож вообще. И склявый музон сразу встречает. Ух ты, какое ему зло. Это, послушайте, такой низкочастотный... Перденье, наверное. Пресс-старт-баттон. Мигает именно только надпись старт. Интересно. Да какой красавчик. Совсем другая игра. Ни на что не похоже. Вообще ни на что не похоже. Какие нечестные удары проводят против меня. Ну да, это уже не сильно похоже на привычном Double Dragon. Совсем другая игра. Хотели сделать рыбаку, а сделали Double Dragon. Ну, бывает такое. А это еще кто? Даже музыки похоже нет. Ничего похожего нет. Это Чун Ли, что ли? Что это? Что он это тут делает? А это Джонни Кейдж. Ну, че за удар в банк делают? Совсем ему не свойственный удар какой-то. Ник Б. Мигает надпись. А Боба хоть нам покажет, нет? Ну, вы видели, че враг вытворяет? От меня уходит потом. Вокруг как-то крутится. Ничего мне не дает бить. Не могу я до него достать. Очень интересное поведение врагов. Клуб Майки. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Боссы, хоть какого-нибудь босса мне покажут или нет? Покажи знаменитую вертушку. А ты думаешь, она есть тут? Зато дешить умеет тут. Красиво меня панк выпилил. Замехал и умер. Все, гейм-овер. Че-то у меня мало желания дальше продолжать ее. Так, дальше, 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 дальше. Интересно, что же дальше? Тоже портативная система дальше пойдет. Первый же от Nintendo. Названием Game Boy. Так, где тут он у меня? Дабл-драгон. Дабл-драгон. Ну а тут более привычно нам все. Только не надо включать переделанную по Дабл-драгон игру про Куни-Куны из серии Никетсу. Пират уже все знает. А вот, пират, включу. Назву тебе включу. Здесь такая жалостная музыка на первом уровне. Прям хочется плакать от нее. Какая она жалостливая здесь. Второй плеер это... Да, через специальный кабель играть. Специальный линк-кабель какой-то есть для Game Boy. Мужчим играть вдвоем. Да, спрайты персонажи очень... Похоже на... Спрайты из серии Никетсу. Смотрите на... На баб у них... На них лица нет просто. На них лица нет, посмотрите. И деревьев нет. И бабы тут некрасивые. Какая смешная рожа. Убили, когда он... Его валяет. Когда он валяется. Прямо... Смехота. Здесь, кстати, кота тоже нет. Не видно, не видать. Да, и ваша музыка здесь, она такая... Тоже своеобразная. Тоже своеобразная. Субтитры сделал DimaTorzok Почему-то враги все улыбаются, когда они лежат замертво на полу, когда их избивают О, какую музыку на боссы-то поставили Какой сильный обоба здесь Просто так теперь его не выкинуть Отдельную арену для него здесь сделали Просто так здесь не получится отмахаться от него Вот он мне почти все... почти меня убил уже Вот, на секунду можем посмотреть, какая рожа убили, когда он валяется Ради этого стоит играть в эту игру Даже стоки он убивает меня быстро Ничего я пока с ним не могу сделать Как-то мутузить в одно время у него получалось, но сейчас что-то вообще нихрена не получается Ничего Просто меня валяет Так, я кажется, нашел что с ним делать Сверху или снизу подходить надо было просто к нему Вот тут уровень одномерный Какой-то Музыка почти такая же, как и на Dendy Даже как-то немного бодрее даже, чем на самой Dendy Совершенно другого типажа уровень Ну, конечно, конечно, я с первого раза не смог допрыгнуть Конты-то есть, хоть нет? Или тоже сразу гейм-овер? Ну, тоже сразу гейм-овер Никаких тебе контов Иди соси палец Так, на этом все А дальше что? А дальше... Дальше что? Дальше геймбой адванс Немножко Радус поднимем Найти бы мне его сейчас Как он называется-то? Так, чё-то я не могу его найти Помню, у меня был он, а где он? Чё-то я не могу найти его Так, одну минуту, ладно, придётся Придётся перекачать, наверное Придётся немножко потерпеть Тут вышел прокол Что-то andra root Дальше Дальше Вот тут Говорит Я же конкурен Здравствуйте Б plus дорог队 Mais ибо ко мне Она the д Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... ВБА надо было выбрать... Наконец-то получилось запустить... Самая продвинутая версия на Тун и Адванс... Самая продвинутая версия... Дабл Драгонов... Выбор сложности есть... Количество жизни и количество кредитов... Псеки тоже есть... Куда же боссы из второй части есть... Прямо реально десять... Нет, даже больше четырнадцать... Будет четырнадцать версий... Пройди эту версию полностью... Ну, пират... Не сегодня... Так... О, здесь тоже... На плакате с розыком... В рублях тоже... Вознаграждение... Десять тысяч рублей... На бандюков... Вот это... Да... Вот это... Действительно хорошо сделали... Самый полноценный... Настоящий ремейк... Такой даже... Хорошо все переработали... Ни деревянности... Ничего нет... Хорошо... Персонажи... Персонажи отзываются... На управление... И анимации... И спрайты новые... Завезли тут... Все... Все хорошо сделано... Ну и осенпень... Это самая лучшая версия... Запорожец... На стене... И еще... Скуп... Рекламирует... Смотрите... Написано... Скуп... Рекламирует... Смотрите... Скуп... Все, что смогли... Разрекламировать... На... На... На этом плакате... Они... Это... Им это... Удалось... Им... И мото... Тут уж... И... Мотоцикл... Им... И Запорожец... И Скуп... Неко... О! Неко... Появился... Снова... Это очень радует... Неко... Давно его не видели... Мой хлыст длиннее... Твоих... 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 Твоих рук... Не знаю... На что он надеется... Когда... Вот так... Он замахивается... Он думает... Что меня достанет... Какой же он тупой... Какой же он тупой... Да! 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 Вот даже вставки есть. Бедная Боба, как его отметелили? И его жалко смотреть. Он говорит, я только работаю на него, ничего личного. Я не знаю, где он находится. Спроси вон того монстра на фабрике, который в маске. Так, получится ли мне здесь это провернуть? Ай-яй-яй-яй, не получилось. Нет, все-таки здесь мотивчик не такой. На сети прям вообще зашибенный был. Нет, здесь так не пойдет, наверное. Да он даже и не лезет по сетке. Так, я что-то не понял, как тут прыгать. Что-то забыл совсем. Две кнопки нажимаю, не прыгает. На интересную кнопку повесили на шифты. Нарковые. Крыжок. Ну, тут видно, что эта версия все-таки наглую выше, чем все остальные. Даже аркадные версии. Крыжок. Ой. Продолжение следует... 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 Этот босс вообще во второй части только появился. Первую часть его нигде не было. Так, его забью и перейдем, наверное, дальше. Время-то у меня один час остался всего лишь. Потом будет Брикман. Я все не успею показать, если буду тянуть. Ну, давайте, избейте и мовер. Тут как в аркаде, стартуем сразу же. Не надо заново уровней начинать. Этот босс толстый, прям во всех смыслах этого слова. Долго ж его надо убить. Блин, эти две шмакодявки прям в рубеж. Как мухи навозные. Решаются. Такая же дурацкая его фишка. Исчезает и на том же самом месте появляется. В чем смысл вообще этой фишки? Вообще не понимаю. Какой же он здесь красивый на картинке. Ну все. Переходим теперь дальше. Следующая будет достаточно интересная платформа. Следующая нас ждет платформа Комодор Амиго. Комодор Амиго. Лучше переходим на более экзотичные системы. Седьмая по порядку. Следующая Амиго. Амиго, Музон, О-о-о-о, не пират, а кваут. Ты сейчас увидишь, что это за версия такая. Она тебе очень понравится. Я тебе гарантирую. Музо какое. На один канал, на левый. Идет. Так, нажимаю на один. о красота какая у хлепота и спрайты какая графика какая детализация это commodore amiga товарищи и музыки нет тоже ну это это привычное дело то что музыки нет вы посмотрите на графику нахрене звуки ударов а будто по дереву бьют а вот эти стоны врагов а ну вы это услышали да и прям очень хорошо характеризует это все действие что на экране находится вот она мякотка все посмотрите на плакат там уже непонятно что написано булей какие-то силу блин ну сколько сто тысяч или 700 тысяч непонятно о деревья есть потрясающий версии согласен на все сто процентов если тут никого тоже не интрига учен с ним вытворяет какое-то непотребство по моему где купить с теми за пять тысяч рублей рублей продается игра того стоит я целый год на эту игру копил чтобы ее купить интересно как бабы здесь заврут смотрите с какой злостью смотрите на выражение лица персонажа когда он замп дарят плеткой это это очень серьезная актерская игра а баба чё вытворяет как мишка валяется об оба смотрите как плюшевый мишка это самая лучшая версия пока что впереди планеты сеть никакой гба с ним не сравнится с этой версией никакой гба не сравнится и он тоже не выдержал оба блеванул тоже у неко на месте сидит штабелями укладываем кругов блин не туда да выкинул случайно ну это точно шедевр игрового видеоигрового искусства поставим его возле неко отдыхать ну и миссия 2 жалко музыки нет здесь бы она была очень к месту ну и давайте теперь дальше напитки становятся крепче следующие версии будет на отари ст тоже компьютер вот она сейчас запустим что дальше и 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 в и с и и и и и начало свое и с ней продолжилась мелодия это сильно музыка великолепна ну а тут все то же самое такая же графика офигенная, такие же спрайты как же без музыки ну послушаем стоны это не менее интересно звуки уже менее глухие менее деревянные здесь но все равно деревянные здесь более приклушенное это бе-бе его с лекарью написан на плакатах Тоже непонятные символы на плакатах с розыском. Во, Гопсопер, точно. Это же укупник. Так я что-то сразу не догадался. Вот точно же. Главное, до обобы добраться. Но это обязательно. Обобы обязательно показать надо здесь. Более натурально блюют здесь. Там больно и громко. Более натурально. Звук более блеводный такой. Поскорее бы до обобы дойти. И баба наконец появилась. Значит, обобы близок. Очень близок. Как эту плетку подбирать? Только на одну кнопку все повешено, все действия. Простой обычный джойстик. С одной кнопкой. Как подбирать-то? С чего, откуда портировали? Наверное, врать не буду, но, наверное, с Амиди все-таки. Или, может, одновременно разрабатывалось. Потому что очень как две капли воды друг на друг похожи. Ну, здесь он так же рыгает. Ну, здесь он так же рыгает. Абобка-абобка. Абобошка. На Амиди все-таки он больше впечатлений произвел. Абоба еще здорово падает. Он летит спиной. Но в какой-то момент времени резко переворачивается и падает на спину. Отлетал спиной. Грудью вперед. А падает на спину. Да он акробат еще тот. Посмотрим на НЕКО и перейдем дальше. Ну, здесь такой же абсолютно. Такой же большой, громадный, коричневого цвета. На коричневой же бочке. Абсолютно такой же. Так. Все показали. Этот пункт пройден. Далее. Интересно, где же еще выходило? Что у нас было? Был у нас аркады. Мега драйв был. NES был. Game Gear. Game Boy. Game Boy Advance был. Amiga. Atari ST. 8. Еще осталось 6 штук. О чем же еще было? Очень интересно. Ну, следующая версия будет на Амстриде КПК. О. Амстрид. Следующий на очереди. Тоже компьютер. Компьютерные версии. Компьютерные версии. Так. Сейчас выведу картинку. Вот. Заэмулировал я его на эмуляторе MES. Тоже не менее любопытной версии Вышел главный экран компьютера Мне нужно сначала загрузить дискету Дискета загружается Командой Cat Так, неправильно Опять неправильно Косой промахиваюсь Вышел целый список файлов Которые находятся внутри смонтированной дискеты Мне нужно запустить файл дабл Запущаю Какую-то ошибку дает, но на нее можно наплевать Раз все равно работает Музло какое-то Музло какое-то Синюшней такой дедульный экран Так, загружаются дискеты Тут и музыка есть Похоже на Амигу, на Атари Но тут еще есть и музыка и звуки ударов Музло какое-то Синюшней такой дедуэкет Музло какое-то Подписывайтесь на амигу, на Амигу, на Амигу, на Амигу, на Амигу, на Амигу, на Амигу... Вайфар всего лишь четыре квадрата, если можно заметить. Скроллинг офигенно, надо упираться в край. Что сделано здесь с плакатами? Абсолютно ничего не разобрать. Просто какая-то мешанина. Я не понимаю, что там написано 10 тысяч рублей все-таки. Будем на это надеяться и уповать на это. Жалко здесь этих блевотных вскриков нет. Тогда вообще топовой ультимативной версии была бы. Жалко. Вот только этого здесь не хватает и тогда определенно самой лучшей версии была бы. Однозначно. Однозначно. Подтянули я до обоба. Здесь тоже управляется только стиком и одной кнопкой. Больше ничего мне не доступно здесь. Как подобрать дубинку я пока что-то не понимаю. Ладно, наплюем на нее. Давай экран быстрее скролься. Видите, я подталкиваю экран, чтобы он проскроллился наконец-то. Субтитры сделал DimaTorzok Так, куда мне нажимать? Один. Да, надо на один нажимать, чтобы продолжить на клавиатуре. Что тут сделали с обоба? Он как будто подсолнечным маслом его обмазали. Из бочки с подсолнечным маслом как будто вылез. Что с ним вытворили здесь? Как все же здесь тормозит? Субтитры сделал DimaTorzok Что я из этой заварушки живым ни хрена не вылезу? Слишком-то хрена всего на экране. Где я даже себя не вижу здесь. Что со мной здесь вытворяют вообще? Ничего не даю делать. Я встаю и сразу же падаю. Вообще ничего не даю сделать. Да, Анатолий Фантазер. И в это играли. Целые часы просиживались за этой игрой. На Амстериде КПК. О, я повалил обобу. Ну, вы видели его в выражении лица? Ради этого мне стоило его повалить. Такое было грустное, обидное лицо у него. Столько досады на его лице было написано. Столько жалости. Посмотрите, да? Увидели? Это выражение лица тянет на Оскар в актерской игре. Субтитры сделал выдал. гейм овер и не не смог я нет еще кредит остался один смогу лет всех повалить народа стал меньше а кислорода соответственно больше кто же выживет я или обоба большая интрига блин все таки он меня забил я получил окончательный гейм овер теперь очень жаль очень жаль дракон стал весь черный облили его кислотой чистотелом облили и гейм овер какая ужасная смерть на этом конец этом конец дальше дальше еще круче платформа номер 10 zx в чате дальше сами напишите что это правильно анатолий фантазер именно о красота так здесь мне надо выбрать кемпстон стик амкол вот я тебе задам один вопрос видел ли ты версию недавно было на амигу или нет если нет то ты очень много пропустил просто до хрена ты всего пропустил это была самая лучшая версия по кашлям ты очень много упустил если ты не видел а а а а а а а а графон здесь Жалко музыки нет тут Значит всё-таки не видел Это Амков надо было в прямом эфире смотреть Жалко Как у тебя не получилось Было зрелище Так тут тоже как на Омеге тоже непонятные иероглифы Но более-менее читабельные 110 тысяч рублей Изнаграждение А тут сплошной лес на заднем фоне Там можно было городские дома увидеть А тут сплошной лес Красиво обоих выпилил Ну естественно главная интрига Какая же версия Это Абоба Однозначно Здесь враги похожи на каких-то мальчишек Как будто из школы вылетают И школу прогуляют Как будто из школы вышли Но ранец им только осталось надеть Какие-то мальчуганы нападают Вот Печальный опыт у Климовы Самое печальное Что тут нужно погружать в уровни По мере прохождения А у меня на кассету были записаны не все Так что игру в детстве я так и не прошел Эх Очень жаль Жестокий облом Бабы как мышки пищат здесь Замечательно Замечательно Вон мне Этот враг принес не дубин Но дубину Не очень похож Больше На какой-то багет похоже Черствый багет Как больно бьет Хорошо Можно греть О Бабы Похож на этого На карного похож На какого-то казачка Какой-то Приплюснутый Какой-то Немножко Скукожился Скукожился Немножко На казака Какого-то казачка похож С усиками С усиками Да Обе час Чего-то вообще не получается Ничего Скукожился Немножко Скукожился О Немножко Нету Жалко Все Желтый Резко стал Какой контраст Резкий Я хочу подобрать эту бочку Я не подобру Я не подобру Ну Анатолий Фантазер Не все Посмотри на оба Он загорел Загорел парень На пляже Целыми днями Под солнцем сидел Абсолютной черноты Загорел У него даже Штаны Загорели Только Сапоги Наверное Сапоги Он Намазал Кремом От загара Поэтому у него Они остались белыми Уберег сапожки Свои Ну прям До штанов Загорел О Что это? Это Версия На Спектруме Когда же он Сдохнет? Как же это утомительно Как же это утомительно Так Статья здесь управление Ну, тут грех придираться. Всё-таки этот спектрум вам не сегает. Вот к сеге можно было придраться к управлению, к медленному. Но здесь я права не имею. Этот спектрум, его обижать нельзя. А можно испытывать только большое уважение к этой платформе. Управление, тем не менее, здесь медленно всё происходит. Здравствуй, Серкс. Ну, когда он не грилу подохнет, а? Наконец-то. Так, можно ли лезть на сетку? Нет, к сожалению, нельзя. Ну, тогда на этом и завершаем. Эту версию. Остаётся ещё четыре платформы. Следующая. Самодор-64. Самодор-64. Приготовьте свои уши. Приготовьте свои уши. Сейчас будет комодор-64. Ну, очень долго загружается. Снова демка. Взломанные дискеты. По-моему, слишком громко, да? Надо убавить. Хотя бы вот так сделать. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Управление Оружие Как атаковать Все как расписано здесь Бро это Commodore 64 Не Spectrum Spectrum как раз до этого был Ну и все заново началось Так из этого мне тоже ничего не нужно Так мне требуют Джоссик на порт 2 настроить Все я это сделал Нажал Все и заходим в игру Музло послушаем Субтитры сделал DimaTorzok Все начинаем Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И почему-то он здесь Били негр Или может загорел просто Но он здесь негр Но я не знаю как это прокомментировать даже Это что-то новенькое совсем Он здесь негр Сенсация Враги белые Обили негр Обили негр Вся каноничность покатилась К ебеням собачьим Субтитры сделал DimaTorzok Брик Ну должен Вроде не отменялся он Должен быть Через 20 минут будет Может пакистанец А может быть Плакатов нет здесь Никаких Жалко Не посмотреть А еще вот Посмотрите на отдельную деталь Они все ходят Располовиненные Ноги отдельно Туловище у них отдельно Если приглядеться Можете заметить Это Каждые Ш Каждые половины тела Существуют здесь Автономно Саунда Совсем не хватает Ну да Тут тоже музыки нет В этой версии Будто я уж Ничего не поделаю Только на титульнике Был А во время игры Нет Музыки к сожалению Нет здесь А кстати вот Тоже посмотрите Как он Перебирает ножками Когда ходит Быстренько Резвенько Я хочу До бабы С плеткой Дойти здесь У меня здесь Отдельные Звуки Криков Блин Последняя жизнь Он исчез Просто Я ему ударил По башне И он исчез Улетучился Как Копперфильд Нет Его Больше С нами А Вот Это Вышло Бабы Сразу И не скажешь Глядя На нашего Персонажа Не в руке Еще Че Да дай ты Ударить Лучше себе Вы слышали Да Это Сейчас Ну Гейм овер Сразу Безговорочно Без контов Все Заново Как на Как на Денди Как на Геймбое Одинаковое Все Ну Без саундтрека Ну Что поделать Версия Так Так Это Был Комодор 64 Теперь На Очереди У меня Идет Дос Ирдос Версии На Комодор Скажем До Свидос А на Версии На Дос Скажем Привет Дос И Так Дос Дамку Сейчас Будет Дос Как еще раз Кучу эмулятор Так Чем Не Отображается Да И Нес Авто Я Запускаю Версии ДД На все Платформы И Сейчас Это У меня Уже Двенадцатая По счету Версия Сначала Была У меня Аркада Потом Sega Mega Drive Дальше Dendy NES Потом Sega Game Gear Был Game Boy Game Boy Advance Commodore Amiga Atari ST Amstrad КПК ZX Spectrum Commodore 64 И сейчас Дошли До Доса У меня Почему-то Сейчас Нихрена Не Отображается Это Не Скажу Че Это Где он Почему Не Это Ображается Я же Настраивал Охрен Че Ему Надо Так Одну Минуту Подождите Блин Нихрена Ладно Сейчас У Йгорь Продолжение следует... 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 С дизерингом. А Бобу грустный на Амстриде, он был еще очень, такое лицо у него было жалостное, да он лежал, самое грустное лицо в Амстриде было. Такой звук, а Бобу сейчас бомба взорвется, Неку на месте, никуда его не убрали, просто огромнейших размеров котяры на помойке, его голова больше чем голова нашего персонажа, наверное. Скоро время закончится, 5 единиц времени осталось, 4. Так, получу гейм-овер и сброшу игру, и покажу во втором цветовом варианте игру, еще более графонистый вид, покажу вам. Все, я получил гейм-овер. Так, теперь я сбрасываю. И старт. Теперь я выбираю 0. Титульник не поменялся, такой же остался. А вот посмотрите, тут теперь совсем, игра совсем по-другому теперь начала выглядеть. Совсем другая игра. Теперь больше нету ни грил всяких. Ремейк, ремейк, дабл драгон не он. Нет, только видел, не играл. Ну посмотрели, да, осталось 5 минут всего. И самое вкусное, в общем, оставил я на конец, самый конец на десерт. Итак, осталось 2 версии. Обе на одной линейке. И первая, первая будет у меня Atari 7800. Предпоследняя версия Atari 7800. Возвращаюсь обратно в Super-эмулятор. RetroArch. Atari 7800. Вот оно. Здравствует. Какие уже были? Была аркада, был Megadrive, был Dendy, был Game Gear, Game Boy, Game Boy Advance, Amiga, Atari ST, Amstrad KPK, ZX Spectrum, Commodore 64, DOS. И сейчас Atari 7800. И остается еще одна версия. На закуску. Посмотрели, как игра выглядит немножко. Сейчас сам игру запущу. Микрофон какой. Музыка. Ну, для Atari это очень неплохо. Игра сделана, между прочим, говоря. Да, Xerx, полностью с тобой согласен. Не очень страшно. Могло бы быть и хуже. Жалко, музыка всё-таки... Примитивные, ну это Atari 7800, ладно, жаловаться на такой грех, ну скажите спасибо, что вообще есть тут музыка. Ну под Atari легче закосить, детализации здесь меньше, много фантазии не надо и художественных способностей, чтобы под них закосить, поэтому, наверное, больше всё-таки под них и косит. Плакатов нет, деревьев нет, только город здесь на заднем плане. Не, Литву не 7200, 7800 Atari. Субтитры сделал DimaTorzok Блин, чувствую я, не доживу здесь, долобовы здесь... Меня бьют постоянно. Вот тут интересно, как короткие секции. Гейм овер, всё. Ни продолжений, тоже ничего нет. Грудь, да, серкс какой, наблюдательный. Грудь прорисовали. Несколько пикселей, всё-таки башню деталь они сумели прорисовать. Вообще, Брикман здесь нет. Уже 4 часа, его не видно чё-то. Ну, мне уже осталось совсем немножко. Последняя версия на закуску, на десерт, на пассашок, как говорится. Кстати, Раевский, он написал, предвкушай, в конце будет ПЦЕ сиди. Нет, Раевский, ты не угадал, к сожалению. Не ПЦЕ сиди. Рикман здесь. Ну, через пару минут. Как раз мне столько и... И столько и остаётся. Так, что же я запас под конец? А под конец я запасся версии на... Atari 2600. В финальной версии. Atari было 7800. А теперь углубимся ещё ниже. И будет Atari 2600 теперь. Самые классные версии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сделать порт. Atari 2600. Миссия 1. Я знаю, что вам понравится. Хитбоксы просто классные здесь. Можно за километр ударять противников. Смотрите, как он умирает. Его втаптывают головой вниз в асфальт. И он мигает и дохнет. Какая жестокая игра. Субтитры создавал DimaTorzok Вообще not bad. This is amazing good. Свой Мелани. Это... Да, это Unreal Engine 4. Смотрите, как он меня загасил. Какой хитбокс есть. Я вообще находился в другой плоскости. Он меня всё равно достал и убил. И гейм овер ни продолжение тоже ни хрена. Проходи с двумя жизнями. Всё. Ну вот и всё. Ещё раз под конец. Я напомню, что вообще сегодня было. Многие под конец только пришли. Потому что скоро будет Brickman. Так, что же сегодня было? В программе была аркадная версия сначала. Родоначальник вышел в 87 году. Всё остальное после. У Аркада. Потом Sega Mega Drive. NES. Game Gear. Game Boy. Game Boy Advance. Amiga. Atari ST. Amstrad KPK. ZX Spectrum. Commodore 64. DOS. Atari 7800. И Atari 2600. Ещё выходило... На мобилах всяких. И... Есть ещё такой компьютер. Tendy 1000. Вот на нём ещё выходило. Но я посмотрел это одно и то же, как и DOS. Если вы успели заметить, там и графический адаптер от Tendy 1000 использовался. В версии для DOS можно было выбрать, использовать. Ну, в общем-то, всё. И в итоге рассмотрели сегодня 14 версий. А всего их 16. Ну, в общем, всем спасибо, что смотрели. И... Так, вот... EdHell вопрос задал тут. Ладно, отвечу, пока не закончил. Версия ST от Amiga хоть чем-то отличалась, да? Нет, практически ничем не отличалась. Только на ST более глухой звук был. И более пикселизованный. Больше всего никаких отличий не было. Ну, в общем, всем пока. Всем спасибо, что смотрели, комментировали в чате. Всем пока и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok